МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Акелбупсер. Ребята, сразу предлагаю сыграть в игру всё наоборот. Что будет, если перевернуть слово ОХУ? Молодцы! Ухо. Усложняем. Хера. Правильно, орех. А теперь Акелбупсер. Ну, конечно, есть публика. Так называются взрослые новости на национальном телевидении Чубаши. А наши детские Акелбупсер. В студии Никита и Данила Васильевы. И сегодня мы рассказываем, можно ли найти класс Чубаксары. Сыграем в финансовую игру и посетим фестиваль мастер-классов. Никита, не шутуйся. Спасибо, всё время забываю. Тебе нужен особый корректор осанки. Представляешь, ученик из Новосибирска Никита Ильчаков сконструировал стул, формирующий правильную осанку. Он оборудовал его специальными датчиками. Они строят трёхмерную модель осанки и анализируют, правильно ли ученик сидит за партой. Если осанка нарушена, стул подаёт вибросигнал. Сейчас ученики гимназии тестируют это изобретение. И если оно хорошо себя зарекомендует, умные стулья появятся и в других школах. Вокруг так много талантливых людей, изобретателей, художников, музыкантов. К современным видам все мы привыкли. А вот гусы, я уверена, многие из вас слышат впервые. Но ведь народная музыка тоже очень красивая. Доказать это мне помогут музыканты, которые собрались в Академии искусств на конкурс. Звучи мотив народный. Участников, кстати, больше ста человек. Марина Петровна, как вы придумали такой конкурс? Мы очень хотим, чтобы детки с раннего возраста знали национальную музыку. А в нашей России, и в частности даже в Чувашии, живёт очень много национальностей. И поэтому каждый ребёнок должен знать, какие национальности и какая музыка в нашей республике живёт. Конкурс есть конкурс. Мелодию надо исполнить без ошибок, побороть волнение. Жюри сказала, что будет оценивать любовь к музыке. Как её передать? В первую очередь надо показать свои эмоции. Если они вдохновят зрителя, то будет видно, что у тебя есть любовь к музыке. Ты когда-нибудь ошибалась на конкурсах? Ну, да, бывало такое, конечно. И что делать? Продолжать играть дальше. Никому не показывать то, что ты ошибся. У музыкантов свои хитрости. Им помогают разные мешочки, подставки, тряпочки. Я ещё в шатике прибил играть на балалайке. А вот эта тряпочка в руках, она зачем? Она, чтобы её сзать, балалайку. Чтоб она не падала. Научиться играть на балалайке, гитаре или баяне можно в музыкальной школе. А вот подружиться с чувашкой, волынкой, сарнай там не получится. Потому что этот инструмент очень редкий, чуть ли не единственный. Николай Лазаревич Ереванов сделал его сам. Из тростника делал. Ну, потом уже мне тростник не нужен, если современная жизнь где-то уже... Видишь как? А это место делали из клёна, из дуб трескался, из клёна делали. А я вообще не из клёна. Зачем мне? Ибо нет, я взял. Рок был, конечно, настоящий рок. Да, вот это всё. Грампластинки, да? Выкидывают люди, да? А я из них делал этот, вот сейчас, грампластинки. Так что кто делает музыкальный инструмент, так и сарнай, да? Пускай из грампластинки делает. Никогда влага не поступает. Отлично можно делать. Николай Лазаревич вырос в деревне и с детства впитал чувацкие мелодии. Но и мои сверстники знают, в чём секрет народной музыки. Мальчики, а какой вам больше нравится музыку играть? Народную или современную? Народную. Потому что родная, она такая красивая. Ммм, она наша, своя. Да, родная. Алиса Дудрева, Игорь Зверев, Акел Бупсер. Жду не дождусь лета, когда можно будет устроиться на работу и получить свою первую официальную зарплату. Ведь нам уже есть 14 лет. Ну, или можно поступить проще. Например, отправиться на поиски клада. Все клады в наше время уже найдены. На этом не заработаешь. Сейчас проверим. Привет, меня зовут Влад. И мы с моей мамой увлекаемся нумизматикой. То есть изучаем и коллекционируем монеты. Самую древнюю монету моя мама нашла, когда копала картошку. А я Максим. И вместе с папой мне нравится искать сокровища. В общем, мы подумали, а почему бы не объединить два наших увлечения и не найти кучу старинных монет. Герои мультфильма «Простоквашина» почти сразу нашли огромный сундук с золотом. Но все ли так просто на самом деле? Проверим. Итак, нам понадобятся лопаты и папин металлоискатель. Его, кстати, можно и на прокат взять. Металлоискатель бывает разный. Это, к примеру, большой. Состоит он из поисковой катушки, телескопической штанги и блок управления. Бьет где-то 30 сантиметров в глубину. Монетку можно найти 30-25 сантиметров. Если немецкая каска, там полметра. Машина до двух метров может найти, если целая машина. Еще есть маленькие. Это помощник. Пинпоинтер называется. Берет на глубину 3-5 сантиметров. Принцип действия металлоискателя – это магнитные поля. То есть катушка посылает импульс в землю, от находки отражается и обратно подается. Катушка передает этот сигнал на блок управления. Мы видим, что нам там попалось. Либо черный металл, либо цветной. Теперь нужно определиться с местом поисков. Изучив старинные карты, лучше отправиться куда-нибудь подальше от города. Там, где жили люди в царские времена. Ну а мы для начала исследуем родной огород. В самом центре Чебоксары. А что самое ценное вы доходили при раскопках? Серебряную сережку. Монетки серебряные мне попадались. Но помимо этого, много всякого ненужного попадается. Гвозди, пробки, мусор металлический, различные проволочки. А находку сразу можно забрать себе? Не сразу. Если, допустим, ты нашел клад, то нужно отнести его в полицию, составить его в найденных предметах. Если же клад представляет художественную историческую ценность, допустим, нашли посуду с орнаментом, раскопали, либо орден Великой Отечественной войны, это сдается в музей. Утаивать исторические находки нельзя. А монеты? Ну, если в музее их полно, то можешь оставить себе, при условии, что ты нашел их на своем участке. Либо на участке соседа, ну, бельте пополам с ним. Ура! Нашли! При раскопках нужно быть аккуратным, внимательным и терпеливым. Древние вещи хрупкие, их легко повредить. Подкова. Кладоискательство – очень интересное хобби. И даже если вам не удастся найти монеты, то время вы проведете не зря. Ведь у нас их новая история, и у нас есть возможность к ней прикоснуться. Представляешь, сколько нам счастье сегодня привалило? Мелочь, а приятно. Представляешь, надеваешь сегодня курку, а там 50 рублей. Отлично! По шоколадке? Ну, конечно! Отложу в копилку. Между прочим, специалисты по финансовой грамотности рекомендуют с детства иметь три копилки. Первая копилка – на текущие расходы. Например, для покупок сладостей или похода в кино. Вторая называется «сбережения». Мне хранятся деньги для более дорогих покупок. Например, для планшетов или для гироскутеров. И третья копилка – инвестиции. Мне хранятся деньги на будущую взрослую жизнь. Например, на учебу. Важно грамотно распределять средства. 40% – на текущие расходы, 50% – на сбережения и 10% – на инвестиции. С каких это пор ты стал таким просвещенным? После Всероссийской недели сбережений. В рамках этого события в Чебоксарах прошел фестиваль финансовой грамотности. А ученики медиа-центра Куча Мала сыграли финансовую игру. Дети против родителей. Кто сыграет финансовую игру лучше? По сценарию надо прожить целый месяц на зарплату 25 рублей. Это как 25 тысяч в нашем мире. В игре «Drive your life» как в жизни может произойти все, что угодно. Например, сегодня мне выпала такая карточка. Во время прогулки папа подвернул ногу. На лечение необходимо 20 рублей. Если у тебя есть страховка, страховая компания оплатит лечение. Фух, как хорошо! Она у меня куплена. В игре надо покупать продукты питания, одежду, оплачивать коммунальные платежи. Только потом думать о развлечениях. Бывает, что денег не хватает. Я вручаю тебе кредит как банк. Но ты мне должен вернуть 25. 25. Ну нет, процентами. Когда я получил кредит, я прям сразу же его погасил, потому что у меня было достаточное количество денег. И хоть я не получила страховку, но я все равно не попался ни на один из случаев. Разумеется, кредит брали и родители. И в итоге денег у детей оказалось больше, а кредитов меньше. Дело в том, что финансовая грамотность сегодня детей, она невероятно востребована и актуальна. Есть карманные деньги у деток. И благодаря этой игре мы хотим донести деткам отношение к деньгам. На самом деле это игра «Управляй своей жизнью», игра по финансовому планированию. Это игра в рамках федерального проекта по финансовой грамотности населения. И мы постоянно, на постоянной основе, встречаемся с детками, встречаемся в школах. И мы очень надеемся, что у детей появились какие-то базовые навыки по отношению к деньгам. Да, я понял, что нужно делать, покупать на деньги, что они очень нужны. Когда настольная игра помогает сделать правильные выводы и зарядить эмоциями, хочется сказать про нее, что это хорошая настольная игра. Алиса Богатова, Ксения Серова, Акеллбупсер. В Чувашии стартовал проект «Билет в будущее». Он помогает выбрать будущую профессию. Во-первых, ученики 6-11 класса пройдут тестирование, которое поможет понять, в какой сфере вам нравится находиться – рядом с техникой или людьми. Но самое интересное, что ребята смогут посетить университеты, училища, техникум и попробовать поработать как взрослые. Вот, например, ученики из 45-й школы уже побывали в экономико-технологическом техникуме и ощутили на себе всю сложность работы спасателей. Мне очень понравилось, особенно то, что мы работали очень сплоченно, как настоящая команда. Форму одел первый раз, ощущается груза, небольшая гордость. Таким образом, уже 12 лет можно понять, нравится ли тебе эта профессия или нет. Так что не стесняйтесь и подходите к учителям. И говорите, что хотите пойти на экскурсию. Например, на факультет журналистики. А мы пока посетим фестиваль мастер-классов. Драм-кружок, кружок, пофото, хор-кружок, мне петь охота. Эти знаменитые строчки Агния Барто написала 85 лет назад. А ведь сейчас выбор кружков для ребят еще больше. Чтобы мы знали о самых интересных занятиях, в Чебоксарах придумали фестиваль мастер-классов. Идея создания фестиваля, она родом из моего детства. Поскольку у меня и у самой есть дети, но я была очень непоседливым ребенком. Я переходила в всевозможные кружки. Это была и музыкальная школа, и школа творчества, и волейбол, и плавание. И что только, в общем, я не ходила. Поэтому, мне кажется, я сейчас реализовала свою детскую мечту – побывать везде и сразу. Полтора миллиона человек в МИДе занимаются кунг-фу. Здорово, что школа этого вида спорта есть и в Чебоксарах. Программирование, лего-клуб, слайм-студия. Такие кружки наши бабушки и дедушки даже представить не могли. Я сюда пришла для того, чтобы провести мастер-класс на сцене, помочь своей подруге, ну и продавать свой товар. Скажите, пожалуйста, что вы делаете руками сейчас? Сейчас мы играем со слаймами, демонстрируем зрителям. Если вы часто меняете кружки, значит, пока не нашли дело, которое по-настоящему вас зацепило. Фестиваль мастер-классов – в помощь. Вот бы проходил он почаще. Все тут будут светлые, добрые, доброжелательные. Даша Шоклева, Руслан Черяпин, Саша Квасников и Соня Родионова. Акел Бубсер. В Чебоксарах родилась Золушка. Так новорожденную девочку назвали родители. У маленькой Золушки уже есть свидетельство о рождении. Так что все официально. Недавно в Чебоксарах были зарегистрированы и другие редкие имена. Алмаз, Галактен, Белослав и Эра Мария. Хорошо это или плохо иметь редкое имя? Решайте сами. Мы, как журналисты, даем только факты. Если у вас есть интересные темы для репортажа, или вы хотите пригласить нашу съемочную группу в гости, без проблем, пишите или звоните. Мы будем только рады. До встречи на национальном телевидении Чуваши. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова